На Азбестовском ремонтно-машиностроительном заводе впервые прошел конкурс профмастерства крановщиков. Также здесь по традиции определили лучшего электрогазосварщика комбината «Урал-Азбест». На предприятиях «Урал-Азбест» в преддверии Дня строителя пройдут 56 конкурсов профессионального мастерства. Одно из самых крупных таких мероприятий состоялось на ремонтно-машиностроительном заводе. Свои профессиональные навыки продемонстрировали крановщики-электрогазосварщики. О том, как серьезно относятся к таким конкурсам на комбинате, можно судить хотя бы потому, что нередко по результатам состязания победителям присваивается более высокий разряд без сдачи дополнительных экзаменов. Делается это с одной целью. Во-первых, это обмен опытом. Во-вторых, это выявление лучших по профессии. Ну и третье, это, конечно же, коммуникации, которые восстанавливаются во время конкурса между специалистами. Участие в конкурсах на РМЗ принимают специалисты большинства подразделений комбината. Азбофабрики, рудоуправления, управления железнодорожного транспорта, автотранспортного предприятия, промтехвзрыва, завода теплоизоляционных материалов и ремонтно-машиностроительного завода. Приветствовал участников заместитель генерального директора предприятия «Урал-Азбест» по персоналу и социальному развитию Валерий Юстус. Я говорю вам большое спасибо за то, что вы сегодня пришли и принимаете участие в конкурсе. И уверен, что в акционерном обществе «Урал-Азбест» работают самые лучшие профессионалы строительной отрасли Свердловской области. Вам всем успехов. Удачи всем. 15 лет подряд на РМЗ состязались в профмастерстве токари-электрогазосварщики комбината. В этом году от конкурса на токарное мастерство организаторы отказались. Зато решили пригласить попробовать свои силы и продемонстрировать профессиональные навыки машинистов крана. У нас количество людей, которые работают по токарным работам, оно уменьшается по объективным причинам. Сегодня, наверное, выгоднее купить качественную продукцию, которую изготовил токарь, на стороне. И поэтому конкурс «Машинист крана» никогда у нас комбинатовски не проводился. В то же время представители этих профессий есть на каждом предприятии. Поэтому и оргкомитет принял решение в этом году провести конкурс. Теоретическая часть включает 10 вопросов, необходимых для допуска к работе на оборудование, в том числе и по технике безопасности. Но даже согласно положению о проведении конкурсов профмастерства, выполнение практического задания традиционно важнее теории. А практическое задание машинистам крана досталось не из легких. У крановщиков, там у них довольно сложная программа, надо груз поднять, провести змейкой по специальному коридору, по маршруту, уложиться какое-то время, в 5 минут. Еще одним фактором, усложнившим задачу крановщикам, стало отсутствие стропольщиков, которые помогают направить и скорректировать движение груза и машины. Первым участником, прошедшим эту полосу препятствий, стала Ирина Косарева, машинист крана Северной колонны АТП. Профессию крановщика Ирина выбрала давно и не жалеет. Ее стаж уже 34 года, но перед конкурсом все же пришлось поволноваться. Пять минут отъездили, ну немножко, страшно, конечно, первый раз это всегда тяжело. Ну ничего, что будет, то и будет. Самое главное – участие. В это же время на производственных площадках проходило профессиональное состязание электрогазосварщиков. В первую очередь конкурсанты отвечали на вопросы теоретического экзамена, а уже потом приступали к практике. Вопросы изначально были направлены участникам для подготовки. Каждый из правильных ответов оценивается 2 балла, за каждый неправильный ответ, соответственно, снимается 2 балла. Пока идет конкурс, люди у нас обезличены, чтобы не было предвзятого судейства. Они по номерам. И до конца конкурса это будут номера. То есть, что на посту, что на ответах – это сугубо номер. Вопросы теста касались тех аспектов работы, с которыми сварщику приходится иметь дело ежедневно. Минимальное количество баллов, набранное в ходе конкурса, равнялось 8. Зато максимум 20 баллов получили сразу несколько конкурсантов. Практическое задание было сформулировано как сварка неповоротного стыка трубы. В чем особенность этого конкурса? Это то, что труба устанавливается только в одном положении и больше не переворачивается в пространстве. То есть, сварщик должен проварить ее, имитируем монтаж трубы где-то в стесненных условиях, в тепловых каналах, на высоте. Каждому участнику практического этапа конкурса выдается расписанная технология сварки конкретной детали. Как отметил главный инженер РМЗ Владимир Бородулин, в составе практического задания особое внимание уделяется соблюдению технологического процесса. Проверяем навыки соблюдения технологической дисциплины, которая прописывается там же в технологии. Чем варить, на каком расстоянии, как проверять. То есть, вот сегодня зафиксирую, что человек, ну просто получил техпроцесс, не прочитав его, приступил к работе, ну тем самым нарушил, достаточно злостно нарушил. Поэтому мы ему дали другую деталь, будут сняты баллы с него. Единственной женщиной-сварщиком среди конкурсантов оказалась Ольга Калиниченко, работник автотранспортного предприятия. В этой профессии она с 1981 года. Правда, на своем рабочем месте сваривать трубы ей не приходится. Тем не менее, в прошлом году Ольга заняла на конкурсе профмастерства второе место. Самое сложное то, что уже зрение. В очках приходится варить, очки потеют, и как бы вот в этом вот сложности. С одной стороны, как на работу вышел, со второй стороны, другое ответственность, волнение. Это тоже как бы, ну, усугубляет. Волнение объяснимо, ведь участники конкурса представляют здесь не только свое мастерство, но и стараются отстоять честь структурного подразделения, в котором работает. Оценка сварочных швов проводится служащими Центральной заводской лаборатории РМЗ. Сначала работа сварщика проходит визуальный осмотр. Потом качество проварки шва определяют на специальном приборе с помощью ультразвука. В этот раз возникли сложности с определением победителя, так как количество очков по теории и практике у лидеров соревнований оказалось равным. Поэтому практическую работу сварщиков оценили с помощью дефектоскопии. Только после этого был назван победитель конкурса Сергей Ковалев, сварщик РМЗ. В конкурсе он участвует не первый год, ранее занимал второе и третье места. В том, что займет призовое место, Сергей не сомневался, хотя с ручной сваркой в процессе работы практически не сталкивается. В рамках конкурса впервые мы ручником, раз в год я варил. А так все на полуавтомате, потихоньку тренировались на всем, чем можно. Второе место занял работник АТП Сергей Спиридонов, а третье место досталось победителю прошлого года Олегу Воробьеву, электрогазосварщику РМЗ. Также приз получил самый молодой участник конкурса, электросварщик ручной сварки АТП Сергей Крюченков. Среди крановщиков лучший оказалась Ирина Болдырева, представителю ЖДТ. Второе место у Елены Чеблуковой, работницы Асбофабрики. А бронзу в состязании досталась Ирине Абрамовой, сотруднице автотранспортного предприятия. Победители в каждом конкурсе получили в подарок планшетные компьютеры. Кроме того, все участники, занявшие призовые места, были отмечены дипломами и денежными сертификатами. Татьяна Мильникова, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.